Добрый день, уважаемые родители. С вами врач-мамолог и дат медицинских наук Травина Марина Львовна. Я работаю в научном центре здоровья детей. И сегодня я хочу с вами поговорить по поводу нужно ли бояться рака молочной железы. У всех у нас есть определенные фобии, страхи. И действительно важно понимать, что это страшное состояние может случиться с каждым из нас, но бояться его не нужно. Потому что мы с вами можем проводить профилактические осмотры, которые нам снизят, во-первых, риск выявления рака в поздней стадии, а во-вторых, мы можем проводить определенное лечение, которое опять-таки снизит определенные риски. Давайте все по порядку. Ну, во-первых, рак у нас не болит. Зачастую, если болит молочная железа, вы считаете, что это что-то серьезное, начинаете нервничать и обращаетесь к врачу. С одной стороны, это хорошо, потому что большинство из вас не вовремя, не регулярно ходят на маммологические осмотры, а с другой стороны, вы сами наводите панику, тем самым вызываете у себя дисгормональные процессы из-за стрессов в организме и повышаете риск рака молочной железы. Поэтому мы с вами не нервничаем, мы просто понимаем, что если молочная железа появилась, начала расти, то в молодом возрасте у детей, у молодых женщин мы делаем ультразвуковое исследование, и если нет никаких отклонений от нормы, то достаточно раз в год посмотреть молочную железу, прийти к врачу, чтобы он собрал анамнез и ваши жалобы, рассказать, если есть какие-то неприятные ощущения в молочной железе, для того, чтобы снивелировать, убрать эти жалобы и тем самым убрать отечности и остановить какие-то дисгормональные процессы. Это в молодом возрасте, с 35 лет, если есть патология, или 40 лет, если вы абсолютно здоровы и у вас нет никаких жалоб, к ультразвуковому обследованию молочных желез присоединяется еще маммографическое исследование, это рентгеновский метод исследования. Для чего надо это делать? Для того, чтобы мы с вами могли определить какую-то перестройку в тканях еще до момента, когда мы можем ее пропальпировать или вы сами ее у себя найдете. Только тогда мы с вами говорим о ранней диагностике. То есть, если мы опираемся на жалобы, на клинические методы, то есть на пальпацию молочной железы, это не говорит о ранней диагностике. Только благодаря инструментальным методам, золотым стандартам, это маммография и ультразвук, мы с вами можем говорить о раннем выявлении рака молочной железы. Если доктору что-то непонятное, он совершенно может воспользоваться другими методами. Это и магнитно-резонансная томография с контрастом молочных желез, это и компьютерная томография, и эластография. То есть, очень много разных методов, которые позволят доктору вас дообследовать для того, чтобы все-таки определиться, есть какая-то патология или нет. Еще один момент. Дело в том, что мы с вами, когда приходим к врачу, не всегда опухоль уже находится на клинической стадии, когда мы действительно видим какие-то проявления и изменения. Иногда бывает, что опухоль с нами уже есть, а мы ее можем выявить даже на инструментальных методах только через 6-10 лет от первой клеточки, которая мутировала и неправильно себя повела. Поэтому и говорим о регулярности осмотра, а не так, что вы пришли, проверились и дальше вы появились только через 10 лет. Это нам с вами не позволит заниматься профилактикой и действительно ранним выявлением. Если мы выявили опухоль на ранней стадии, неважно какая она, мы с вами всегда можем ее вылечить достаточно щадящими путями и малоинвазивными какими-то методиками. То есть, это будет небольшая операция, и вы даже не заметите, как мимо вас прошла действительно серьезная угроза. Но если вы пришли поздно и эта опухоль уже выросла, и уже есть какие-то отдаленные метастазы, то, конечно же, тогда мы действительно, включаясь в процесс лечения, не можем гарантировать о продолжительности жизни. Поэтому итог такой. Болит грудь, не болит. Мы должны с вами регулярно приходить. Если у вас есть какие-то жалобы, приходите раньше к врачу. Если у вас никаких жалоб нет, раз в год достаточно для того, чтобы он вас посмотрел, направил на определенные инструментальные исследования. И мы с вами спали абсолютно спокойно и говорили о том, что у нас нет никаких угроз. Сейчас есть еще онкомаркеры и генетический анализ на как раз предрасположенность к раку молочной железы. Что такое онкомаркер? Есть онкомаркер С15-3. Он действительно, это белок, который повышается, если есть рак молочной железы. Ну, во-первых, не на все типы рака он повышается. А во-вторых, у каждой из нас он вполне индивидуальный. Да, есть определенные референсные значения, в которые он может укладываться. Но нам с вами важно знать, с чего мы стартуем. Поэтому, когда вы первый раз сдаете этот онкомаркер, мы с вами получаем, в принципе, не диагноз ни в коем случае, а просто показатель, от которого будем дальше отталкиваться. И еще есть тонкость небольшая. Если вы этот онкомаркер раздаете во время менструации или во время стресса, он может повышаться. Поэтому, пожалуйста, когда вы хотите сдать кровь, мы с вами приходим без стресса, без боготни, мы никуда не опаздываем и сдаем на таком ровном психологическом фоне нашу с вами кровь. Что касается генетического анамнеза, да, это информативно, особенно если у вас в родне были родственники, которые болели раком молочной железы в молодом возрасте, до 40 лет. И для нас с вами он будет таким информативным, в каком плане? Мы понимаем, нам передались эти дефекты в генах или мы все-таки можем более-менее спокойно себя вести и проверяться точно так же, как другая популяция в нашей стране. Если у нас с вами есть дефекты в генах, то тогда мы с вами будем приходить к врачу несколько чаще, чем у тех женщин, у которых этих дефектов в генах нет. Но опять это не стопроцентный показатель, потому что сейчас определяется БРЦ1 и БРЦ2, но есть еще несколько генов, уже в порядке восьми, которые точно так же могут переносить информацию раком молочной железы из поколения в поколение, и мы пока их не проверяем. Поэтому проведя такое обследование, мы с вами можем психологически успокоиться, но, увы, не расслабляться. И еще буквально пару советов по поводу того, что является все-таки факторами риска для развития того же самого рака молочной железы, на который мы с вами могли бы повлиять. Ну, допустим, на экологию не можем повлиять, но наш с вами стресс, на правильное питание, на то, чтобы наш гормональный дисбаланс, вернее, гормональный баланс нашего организма был стабильный, то есть ни в коем случае снизить риски медицинских абортов, снизить риски пожарной контрацепции. Это то, что приводит наши с вами гормоны в дисгормональное состояние, то есть они уже не регулируют друг друга и тем самым могут повысить риски развития патологии молочной железы, как, увы, и злокачественной, так и доброкачественной. Поэтому спасибо огромное. Я надеюсь, что я вас не напугала, а только проинформировала, как надо правильно себя вести, за собой следить для того, чтобы мы с вами все-таки держали свое здоровье в своих руках. А я напоминаю, что вы смотрели канал Союза педиатров России. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо.